Девушки отдыхают Смотрите программу «Арт-навигатор». Меня зовут Анна Ельникова. Всем доброго вечера. 9 января в ночном клубе «Распутин» состоялся долгожданный полуфинал конкурса «Мисс Русский Нью-Йорк-2009», организованный порталом RussianNV.com. Прямо сейчас у вас есть возможность оказаться среди членов жюри уникального конкурса «Красоты и талантов». Сегодня седьмой по счету конкурс «Мисс Русский Нью-Йорк». Раскрываются таланты всех, кто задействован в этом шоу. Потенциал действительно очень хороший. Хорошая команда получилась. И сами участницы, и сам коллектив, который в принципе это все организовывает и делает. В прошедшем празднике женского обаяния и художественного мастерства, посвященном десятилетию сайта RussianNY.com, было представлено семь участниц. Каждая из них подготовила на суд зрителей и компетентного жюри музыкальный номер, отражающий характер девушки и подчеркивающий ее красоту и неповторимость. С каждым разом получается все интереснее, с каждым разом программа становится все сложнее и сложнее. Сдаем, можно сказать, больше крови. Но тем не менее, когда все завершаем удачно, успешно, естественно, чувствуем себя как родные братья и сестры. Вечер открыл колоритный дуэт ведущих конкурса Леонида Бенфельда и Яны Левиной. Они исполнили оригинальный тематический ремейк. В подготовке конкурса были задействованы настоящие профессионалы своего дела, среди которых хореограф Александр Рудой и звукорежиссер Владимир Макс. Мы уже работаем с Леонидом много лет, и это шоу-кейс уже не первый, и мы надеемся не последний, я надеюсь, очень интересно. Настроение вечера задал зажигательный рэп «Москва» в исполнении молодой звезды хип-хопа «Эй-Ти». Также конкурс «Мисс Русский Нью-Йорк» вдохновил известную поэтессу Татьяну Лебединскую на написание стихов к песне, представленной в номере Шахерезада. Все выступления были необычно инсценированы и интриговали восхищенного зрителя. И неудивительно, ведь в дополнение к очарованию и таланту исполнительниц в номерах были задействованы известные актеры, снимавшиеся в таких популярных фильмах и сериалах, как «Сопрано», «Кассино», «Американ Гэнстер» и «Гуд Фэллэвс» студии Cinema World. Hi, I'm Maurice Keshner. I'm the president of Cinema World Studios. Tonight's a very exciting night with the semifinals. I don't know if you know this, but we are producing the first Russian-American TV talk show on the major networks. And it involves Leonard Benfeld as one of the co-hosts and Yana as the other. And it's called Yana's Place with Leonard. And it's a hilariously funny show. And it's reality-based show with the trials and tribulations of Russian living in America. And it's very exciting to watch. And it's going to be broadcasted within three months now. Жюри предстояло нелегкое решение. Выбирать лучших из лучших в этот вечер было доверено вице-президенту киностудии Cinema World Марку Оппенхамеру, обладательнице престижной премии юмора и сатиры «Золотой Остап» Анне Левиной, известному импресарию Джону Томасу и другим авторитетным лицам. После долгих обсуждений для участия в финале было отобрано шесть конкурсанток, которым предстоит побороться за звание «Мисс Русский Нью-Йорк» в 2010 году, где будет представлено 12 девушек, победивших в полуфинал. Независимо от того, кому достанется корона «Мисс Года», каждая из финалисток станет «Мисс Месяца», поскольку украсит свои фотографии специальный календарь на 2010 год. «Мисс Года» В ходе археологических раскопок в американском бокс-офисе была обнаружена новая порция ценных металлов. Прямо сейчас произведем конвертацию сокровищ, запрятанных кинозрителям, в доллары и тем самым обозначим тройку фильмов-лидеров кинопроката по Северной Америке. На третье место и неподготовленного зрителя напал очередной ремейк известного слэшера 81-го года «Мой кровавый Валентин». Однажды в ночь всех влюбленных по тихому городку Хармони в Монтане прокатилась волна жестоких убийств. Теперь, 10 лет спустя, похоже, маньяк возвращается и ищет новые жертвы. Фильм создан по технологии трехмерной съемки. Главную роль исполняет звездатель сериала «Сверхъестественный» Дженсен Эклс. Режиссером выступил Патрик Люси, отец Дракулы 2000-го года. Новая лента получилась весьма провокационной, поскольку позволила себе окропить светлый романтичный праздник всех влюбленных кровью. Вместо плюшевого сердца с кружевной оборкой киноманы получили настоящее человеческое сердце, что является не самым эстетичным и милым подарком. Более того, такой своеобразный сюрприз зритель получил за месяц до самого праздника, что тоже весьма нелогично. Однако для извращенных романтиков или романтичных извращенцев «Кровавый Валентин» стал весьма достойный парень. Третье место и 24 миллиона долларов в кассе. Первый парень на деревне – это не тот, у кого лучшая гормон, а тот, у кого коллекционный форт «Гран Торино» 72-го года выпуска. Неутомимый Клинт Иствуд продолжает удивлять. На этот раз 78-летний режиссер представляет драму собой в главной роли ветерана вьетнамской войны, у которого личные проблемы накладываются на конфликт с местной азиатской шпаной. В мире ремейков, хай-концептов, космических бюджетов и заоблачных технологий остался один человек, способный снимать такие вот простые истории. Снимать так, чтобы прожженные циники давились своим цинизмом, а профессиональные критиканы рвали волосы на голове, так и не найдя, к чему придраться. Наверное, безупречность, с которой исполнена эта лента – единственное, что не позволяет объявить «Гран Торино» самым лучшим фильмом для всех и поставить на этом точку. В эту прекрасную картину, увы, не получается влюбиться без оглядки. Она слишком хороша для простых смертей. Ко всем своим достоинствам «Гран Торино» еще и очень авторское кино, настоящий хендмейд. Но если даже Иствуд-режиссер и Иствуд-актер по неведомым причинам не сумел расшевелить каменное сердце скептика, то вот песня в личном исполнении Иствуда во время финальных титров не оставит строгому зрителю никаких шансов. Второе место – 26 миллионов долларов. «Заокеанский уикенд» вышел минорным, но зато запасся приятным сюрпризом для любителей незамутненных PG-комедий. Супротив всех ожиданий, первую строчку в нашей таблице занял герой супермаркета, режиссура «Стива Карла». Мотивы «Крепкого орешка» постучали в сердца пародистов, и из пепла былого блокбастера восстала эта комедия. Торговый центр захватывает банда воришек, и пухленькому охраннику приходится побороть свой слишком мягкий характер для того, чтобы справиться с ситуацией. История про героического магазинного копа вышла ровно вдвое лучше прогнозов, собрав 34 миллиона при бюджете в 26. Антикризисный бизнес-план «Сони» удался. Первое место.